Желание пойти работать в милицию у меня еще со школы. В старших классах я как-то сам для себя решил, что, скорее всего, свою судьбу и дальнейшую свяжу с милицией. Хотя одноклассники немножко там смеялись. В старших классах в школе, когда учился, маленький, худенький был. Ну и сейчас не богатый, но поэтому они как бы малой, худой. Какой из тебя милиционер будет? Ну я для себя тогда решил, что буду служить в армии и после армии пойду работать в милиции. И вот с 1994 года работаю, служу в одном подразделении. Как пришел в патрульно-постовую службу, так и работаю здесь. Основная задача патрульно-постовой службы – это охрана общественного порядка в общественных местах. Службу несем как пешие маршруты, пешие патрули выставляются, так и в автопатрулях. Разнообразное несение службы. Бывает такое, что и в гражданской одежде несем службу скрытно. Полная рабочая смена, 8-часовой рабочий день. Автопатрули заступают в основном по 12 часов. Ну вот как некоторые милиционеры сейчас в этих телефонах эти гаджеты устанавливают программы. И говорят, ну за смену вот сегодня я 22 километра прошел. Хотя маршрут патрулирования по территории небольшой, но они периодически ходят, обходят маршрут и за смену получается. В 90-е, когда пришел, тогда еще после развала Советского Союза немножко такое непонятное шатание было. Организованная преступность была. Ну, со временем навели порядок. И сейчас граждан спокойнее стало. Были такие моменты за всю службу раз пять, наверное, что приходилось доставать оружие, приводить его в боевую готовность. Потому что складывалась ситуация, что в данной ситуации не исключена была возможность применения либо использования оружия. Но не пришлось. Было, что и гражданин доставал нож, приходилось доставать оружие, давать команды, предупреждать, что будет применено оружие. Человек это осознавал, выбрасывал нож, задерживали и доставляли. Применение оружия – это крайняя мера. Самое эффективное – это убеждение словом. Бывает человека немножко спокойным тоном на другую тему, немножко переведёшь разговор, дальше его увлечёшь в этом разговоре, и уже как-то он успокаивается и совсем по-другому начинает себя вести. Для патрульно-постовой службы самый оптимальный, как я считаю, вариант – это вот УАЗ Патриот. Оборудован отсек для задержанных, которых можно безопасно туда поместить. Автомобиль повышенной проходимости, что обеспечивает оперативное выбытие. Где-то можно и не по проезжей части. Зимой заснеженность во дворах – тоже самая повышенная проходимость. Территория, прилегающая к железнодорожному вокзалу. Сами понимаете, большое скопление и миграция граждан. Все прибывают. И первое впечатление от прибытия как Республика Беларусь в город Минск. Поэтому все должно соответствовать. Когда я пришёл в 1994 году, пошёл в учебный центр, и, насколько я помню, четверостишие Роберта Рождественского, с тех пор он у меня в голове. Человеку в милицейской форме суть присяги не дано забыть. Ведь на самом неслужебном фоне вдумайтесь, каким он должен быть. Если люди разного покроя, глядя на него со стороны, по нему по одному порою судят о законе всей страны. И вот этот четверостишие всю свою службу, я его помню, и принял, так сказать, к действию. Самое приятное, как я считаю, в моей работе, это слова благодарности граждан, которым ты оказал помощь. И вот когда возвращаешь похищенные вещи, и они высказывают слова благодарности, очень приятное. Самое неприятное, даже... Некоторые люди в силу своих эмоций и возбудимостей не понимают непонимания происходящего, которые в чем-то пытаются тебя обвинить. Вот это неприятно. Но когда продолжаешь с ним разговаривать и со временем, в течение 15-20 минут беседы видишь, что человек начинает осознавать, понимать и менять свою точку зрения, ну вот я считаю, что это приятно. Но неприятно, когда не понимают изначально. Вот это как-то немножко не по себе. Если ты не совершишь противоправное деяние, никогда сотрудник к вам не обратится и не подойдет. Я еще раз говорю, наша основная задача – это профилактика, пресечение и предотвращение правонарушений и преступлений. Если что-то человек нарушил, мы отреагируем. Мы отреагируем из практики принесения службы. И стараешься гражданам как-то объяснять. Иногда поступает визит, лежит на улице человек. Понятно, пока пройдет информация, и в течение кратчайших сроков мы туда выбываем. Но это не значит, что человек пьяный. И правильнее было бы позвонить сначала в скорую помощь, а потом в милицию. И в моей практике было много таких случаев, что вызывают милицию, пьяный человек. А приезжаешь, а у него левая сторона не двигается, ни руку поднять не может. Нет, это уже признак сердечного приступа. Приходилось вызывать скорую, а это уже потерянное время. Как дела? Нормально, это на помощь нам приехали? Ну, услышал, что сумка какая-то бесхозная. Что за время несения службы произошло? Каких-то нестандартных ситуаций не было? Мы на бомбу в последний раз побывали. Тоже на поропете мужик наметил пробку. Подозрительный предмет. Но вы же действуете и согнался на инструкции. Согласна говорить точно. Молодцы и так продолжать. Если слышно в радиостанции, что какой-то сотрудник просит помощи, либо требуется в чем-то помощь, в преследовании транспортного средства, либо кто-то оказывает активное сопротивление, каждый сотрудник милиции бросает все и выбывает для оказания помощи. Потому что в такой ситуации может оказаться и он сам. Если помощь не прибудет, будет очень тяжело одному справиться. Я как-то прикипел к этому, к патрульно-постовой службе. Это мое. Я это чувствую. Чувствовал, чувствую и знаю. И поменять род деятельности. Это не было и мыслей таких. Семья, как я убежден, это первоочередное. Потому что без поддержки и понимания семьи очень тяжело работать. И в основном, вот сколько я знаю, все семьи сотрудников своих поддерживают. и это очень большое как бы дело, что родственники и семья поддерживают, понимают. Да, какие-то там бывают неудобства, праздники. Все отдыхают, а мы работаем. Ну, это издержки нашей работы. А кто, если не мы? Да. 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 Да.